МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А ты сам этим пользуешься? А ты на себе это попробовал? Когда ты пользуешься своим продуктом, ты уже знаешь все его преимущества. Ты можешь о нем рассказать. Когда ты попробовал на себе, влюбился в свой продукт, тебе легко донести его плюсы. В сетевом маркетинге очень важна первая продажа, очень важны первые заработки. Когда вы почувствуете вкус первых денег, возрастет ваша мотивация двигаться вперед, повыситься уверенность в своих силах. Для этого найдите двух-трех клиентов и просто продайте им продукцию. Если вы хотите получить более серьезную сумму, то найдите тогда до пяти человек, которые будут строить бизнес вместе с вами. Помогите им найти еще несколько консультантов в вашу структуру. Помогите им найти еще несколько консультантов в структуру для каждого. И уже через несколько недель ваш доход существенно вырастет и будет увеличиваться по мере роста вашей структуры. На создание качественной структуры уйдет не один и не два месяца. Для построения команды потребуются годы усилий, сотни посещений тренингов и встреч с людьми, бессонные ночи, а иногда отсутствие личной жизни. Конечно, у сетевого маркетинга, как и у всего в этом мире, есть свои преимущества и недостатки. Многие ошибочно считают сетевой маркетинг бизнесом выходного дня. Но это не так. Здесь, как и в любой другой профессии, пока вы не проведете за этим занятием несколько тысяч часов, не стоит ждать серьезных результатов. Чтобы создать сплоченную команду, вам регулярно нужно будет проводить встречи, ведь это не дело удачи и везения, это дело статистики. Обязательно обучайте свою команду. Посещайте мероприятия, тренинги компании, презентации, выставки, семинары. Не бойтесь обращаться к своему лидеру за поддержкой. Оказывайте помощь своим младшим партнерам. Если вы хотите отдачи от привлеченных людей, их преданности общему делу, делайте им мотивацию. Старайтесь помогать в различных ситуациях. Многие люди считают, возможность преуспеть в сетевом маркетинге слишком мала. По статистике, только 10% сетевиков достигают успеха. Остальные либо застревают на пороге заработка тысячи евро, либо уходят из компании через полгода. Очень многие противники сетевого маркетинга приводят в пример эти цифры. Но знаете что? В классическом бизнесе 95% компаний закрывается уже через год. А вот другая статистика, которая говорит о том, что в MLM вполне реально добиться успеха. Сегодня сетевой маркетинг представлен более чем в 120 странах мира. Во всем мире сейчас более 30 тысяч компаний работают в системе MLM. Если в конце 80-х в индустрии сетевого маркетинга работало около 5 миллионов человек, то сейчас эта цифра стремительно увеличилась. Более 60 миллионов человек распространяют по всему миру порядка 25 тысяч наименований, продуктов и услуг. Часть из них занимаются этим профессионально. Каждые 2 секунды в MLM появляется новый дистрибьютор. Сетевой бизнес является одним из самых бурно развивающихся за последние 10 лет видов индустрии в мире. Ежегодный прирост мирового товара оборота индустрии составляет от 20 до 30%. Темпы этого роста соответствуют темпу роста телекоммуникации, программного обеспечения и фармацевтики. Совокупный ежемесячный оборот в MLM компании на сегодняшний день достигает более 200 миллиардов долларов США. Субтитры создавал DimaTorzok